Бурятия Финальный день чемпионата России начался с красочной церемонии открытия. На показ зрителю выставили по-настоящему красочное шоу в исполнении лучших творческих коллективов Бурятии. Во время церемонии открытия к участникам и зрителям чемпионата обратились первые лица города и республики. За последние несколько лет наш город четырежды принимает гостей чемпионатов России и мира. А сегодня мы встречаем 120 сильнейших спортсменок России. Добро пожаловать в наш Улан-Удэ. Добрый и гостеприимный город. Для нас большая честь, что в предолимпийский год на бурятской земле проводится соревнование такого высокого уровня. Это говорит об очень большом доверии к нашему региону. В республике Бурятия вольная борьба является опорным видом спорта. Занимаются около 10 тысяч человек и у нас уже есть очень серьезный результат. Первой из бурятских спортсменок за золото вышла бороться с Тальвира Оршуш в весовой категории до 53 килограммов. В упорной борьбе трехкратная чемпионка Европы уступила Анжелике Витошниковой. Спортсменка из Санкт-Петербурга, уступая по ходу схватки, сумела переломить хоть поединка и оставила представительницу Бурятии без золотой медали на домашнем чемпионате России. Я скажу, конечно, что впереди будут турниры, нужно туда готовиться. А из этого старта, конечно, нужно сделать выводы, сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем выигрывать. Далее борьбу за золото от Бурятии вела Ирина Алагонова. Наша спортсменка одержала победу над Хадыжат Муртузалиевой из Дагестана в весовой категории до 57 килограммов. Для Ирины эта золотая медаль стала четвертой в карьере. Ранее она побеждала на чемпионатах страны в 2011, 2014 и 2015 годах. Ну, в общем, мы перед схваткой с тренером решили, что... Ну, просто старались максимально бороться. Не было там, да, конечно, там выйти сразу 10-0 или там просто взять балл или отстоять. Первая задача была взять два балла, то есть оценку взять. И дальше уже как бы должна была борьба пойти. Ну, почти прошло так, как мы хотели. Все удалось. Следующей добывать золото для Бурятии вышла Мария Кузнецова. В решающем поединке в весовой категории до 65 килограммов она уверенно победила Кристину Тамразян из Иркутской области. Встреча завершилась досрочно со счетом 10-0. Эта золотая медаль стала второй для Бурятии. Я была уверена в себе, что я выиграю. Я была готова на все 100%. Вот все. Как подготовка вообще шла к чемпионату? Я готовилась в Дагестане. В спортской лиме Абдул-Рашидов Судалаева провела 4 месяца там. И, в принципе, достойно отборолась я дома. Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдин-Сурунов заявил, что доволен выступлением наших спортсменок на 80%, уделив большое внимание выступлению Стальвиры Оршуш. Многие спортсмены приехали за день, за два. Это очень хорошо, это очень удобно с точки зрения участия в соревнованиях. У спортсмена еще не начинается период акклиматизации. Она приехала где-то за неделю, как мне кажется, и как раз она попала в этот период. Мне кажется, именно чувствовалась ее определенная усталость. Она первую половину выиграла, но в конце немножко подустала. Своими впечатлениями о чемпионате России поделились глава Бурятии и вице-президент Федерации спортивной борьбы России. Мы приложили все усилия для того, чтобы чемпионаты прошли на самом высоком уровне, чтобы спортсмены, тренеры, судьи, участники, гости, все были довольны, чтобы для всех были созданы условия. И оценивать не нам, а оценивать участникам, оценивать гостям. Но мы старались, чтобы все сделать на высшем уровне. Действительно, этот чемпионат в Улан-Удэ является одним из самых лучших за всю историю проведения чемпионатов России по женской борьбе. Это, если оценивать по пятибалльной шкале, я думаю, пять с плюсом. Это однозначно. Всего в чемпионате России приняли участие 130 спортсменок из 23 регионов нашей страны. Женский чемпионат России подошел к концу. Для спортсменок из Бурятия он сложился более чем удачно. В активе наших спортсменок целых шесть медалей. Три бронзовых, одна серебряная и две золотых. На протяжении всего чемпионата трибуны ФСК были переполнены. Царила настоящая атмосфера праздника. Андрей Слепнев, Сергей Медведев. Новости дня.